Друзья, всем привет! Вы на канале Жить Краснодаре. Сегодня хочу показать вам поселок городского типа Ильский. Вот мы как раз проезжаем градообразующие его предприятия. Это Ильский нефтеперерабатывающий завод. Он находится не на самой территории этого поселка. Вообще раньше это была станица Ильская. Потом его переделали в поселок городского типа Ильский. Вот сейчас мы в него въедем. Ну у нас будет такого формата, как мы обычно снимаем. Мы проедем по центральной улице. И вот эта трасса основная, которая идет в Анапу, она проходит практически через все станицы. Почему эти 160 километров от Краснодара, например, до Анапы, мы сегодня будем ехать 3 часа? Потому что вот эти все светофоры и все через станицу. Камазы вот такие. А, сейчас Камазы, да. Которых не обгоняешь. Сейчас будет весь вид закрывать этот Камаз. Я еще хотела, чтобы он перед нами не ехал. О, мы по встречке. Вот сейчас нет. Вообще все вот такие вот небольшие населенные пункты Краснодарского края очень похожи друг на друга. Вот мы сейчас едем по этой улице. Вот и все, оп, и все. И больше не едем. Светофор. Вот они очень похожи друг на друга. Ильский сильно похож на Холмскую. Вот ты едешь по Холмской, и мы иногда... Ой, а где мы? Ну, когда не смотрим там на карту. Не можем понять, в Ильском мы или в Холмской. Здесь живет, в Википедии была написана перепись населения, видать, была в 2019 году. Написано, что на 2019 год здесь живет около 26 тысяч человек. Я сейчас почитала в интернете. У меня особо нет информации, но я нарвалась там на статью, где там чуть-чуть написано, и рассылочка на какой-нибудь, например, там чат Ильской. Там много таких вот ссылок всяких разных. Я их, конечно, не открывала. Мне, в принципе, не сильно интересно. Но если вам интересно, я сброшу ссылку в описании и в комментарии прикреплю под этим видео. Именно вот на эту статью. А вы там уже, если вам конкретно интересно, можете по этим ссылочкам заходить там и на чаты Ильского. Может быть, какая-то дополнительная информация есть. Ну, вообще, тут говорят, жилье недорогое. Например, снять однокомнатную квартиру от 5 тысяч, трехкомнатную с хорошим прям ремонтом, с мебелью было написано, что 10 тысяч стоит на длительный срок. Ну, где тут работать? Только вот нефтеперерабатывающий у них большой здесь. А так, в основном, частный сектор. Ну, конечно, есть школы, сады, все есть. Вот, какая-то улица, да, скажем, по-моему? В Замире, что-то знаешь? А что, слушай, и в этом тоже, и в Холмской тоже по улице Мира едем. И здесь вот это все центральные улицы, это улица Мира. Улица Мира, 39. Как вот люди живут вот в этих домах? Я не понимаю. Вот по этой трассе с утра до вечера вот такое движение, пыль, шум. Ага. Что-то я не помню, тут будут вдоль этой дороги какие-то там значимые объекты. Говорю, они так будут. Будут сейчас пирожки продавать. Пирожки не здесь, по-моему, продавать. Следующие вот сейчас будут. Да, тут пирожки продают. А что-то они уже в сегодня время не очень вкусные, да? Да, нормальные потом опять стали. А, да? Большие, хорошие. Там от смены зависит. Многие дальнобои останавливаются, знают про это место. Если кто-то живет в этой станице, напишите, как вам, ой, в этом пощелке городского типа, как вам здесь живется, какие плюсы, какие минусы. Ну, он находится, в принципе, не очень далеко от Краснодара, 60 километров. Что, поселок городского типа? Да, я не знала, прочитала, теперь я знаю. В 47-м году ему было присвоено. Это великое звание. Вот тут пирожки продают, вот где пицца написана, да, вов тут же? Да, в бургере. Да, вот тут много останавливается. Вот 24 часа, вот здесь вот, в этом окошечке у них пирожки. Нормально, можно перекусить, хорошо. Тетенька нас... Там и напитки, и чаи, и кофе, и все. Они даже сделали пешеход... И обеды есть там тоже. Они даже сделали пешеходный переход, не было... А вот сейчас был пешеходный переход, потому что многие здесь останавливаются, потом перебегают. И они, наверное, выбили для себя, может, пешеходный... Потому что мы еще сколько-то, да, по осени мы там в последний раз останавливались. Там не было этого пешеходного перехода. Что-то я там начала говорить, ты меня отвлек. Что-то я там где-то вычитала. А, 60 километров. Это Северский район считается. По крайней мере, так было написано в Википедии. А до моря тут меньше, получается, чем... Ну, в общем, такое нормальное месторасположение. При случае можно будет и в Краснодар съездить, если надо будет. И на море, как бы, тут недалеко. Ну, там, это, наверное, большое здание. Вот это, наверное, школа, я думаю, скорее всего, старенькая такая. Ну, я не знаю. Поправьте меня, если это не школа. Поправьте. Вот мы бы уже пролетели, да, путь, это ровная дорога. А вот приходится вот и ползти. Вот так до моря, почему говорят, что пробки там до моря долго ехать. Но это только вот, вот в основном, вот по этой причине, что вся дорога идет через населенные пункты. И нету никакой больше дороги. И нету никакой больше дороги. Да, ну, вон там, на север от Краснодара до Ростова, там же сделали вот эту вот дорогу? Или ее не сделали? Или просто поставили там пункты приема денег? Что, по-моему, она как была одна, так одна и есть. Потому что там 2 или 3 точки уже опозда, сбора денег. А у нас пока нет. Ну, у нас что-то и не, по-моему, и не планируется строить что-то. Это мы, наверное, ближе уже к центру въезжаем. Тут непонятно, где есть тот центр конкретный или нету центра. Не знаю. Ну, смотрите, вот что увидели, все ваше. А кому не хватает этой информации, руки в ноги, покупаем билеты, приезжаем, смотрим, по всем улицам ходим, заходим в дома, спрашиваем, сколько стоит. Люда вас бесплатно покатает по Краснодару? Ну, да и, конечно. Я не про Краснодар. Вот, вот это, наверное, центр считается. Как некоторые говорят, а что вы платно? Вы же должны бесплатно. А, ну, есть, да, такие. Ну, не будем на дураков внимания обращать. Что уже? Какие-то центры. Пив. Ресторанчик у них тут такой красивенький. Ой, извините. А так все однотипное, конечно. А вот он и закончился. Вот это бургерное. Помнишь, мы сюда с тобой что-то мясо какое-то привозили? А, нет. А, или туда, а вон там пятерочка еще есть. Туда куда-то привозили. Ну, вот он и кончился. Закончился. Светофор есть. Кстати, мы в светофоре слово его... Буквально на днях его, да, вов раскусили. Что там можно, у нас недалеко тоже от дома Ситофор, что там можно тоже как бы недорого отовариваться. Вот это вот уже район нового застроя, видите. Ильский закончился. Да, все, он закончился, да. Следующая Черноморская. Черноморская, Холмская. И вот Холмская будет под копирку как Ильский практически один в один. Смотрите, какие шикарные поля. Все засеяно здесь. Все, вообще, куда ни глянь, все поля все засеяно. Ну, все, друзья, всем пока. Надеюсь, мое видео было вам полезно. Если кто знает, что про Ильский, пишите. Будет интересно почитать. Продолжение следует... Продолжение следует...